В Женеве началась 40-я ежегодная сессия Совета ООН по правам человека. В ходе четырёх недель заседаний рассмотрят обстановку в 30 странах, включая Сирию, Мьянму, Южный Судан и Йемен. Одной из тем стало положение уйгуров и других мусульман в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая. Министр иностранных дел Турции призвал Пекин соблюдать свободу вероисповедания и культурной идентичности местных жителей. «Что касается Китая, то опасения вызывают отчёты Комиссии ООН об искоренении расовой дискриминации и несколько других отчётов о нарушении прав уйгуров и других мусульман в сообществах Синьцзяно-Уйгурского автономного района». Дипломаты и активисты отмечают, что власти КНР активно лоббировали органы ООН, с целью избежать международной критики. Она распространяется не только на политику Компартии Китая в регионе Синьцзян, но также и на другие проблемы прав человека, включая репрессии последователей домашних христианских церквей, тибетцев и приверженцев мирной духовной практики Фалуньгун. «Что касается уйгуров, то правозащитники отмечают, что власти КНР сотнями тысяч отправляют их в так называемые центры перевоспитания и профессионального обучения. Согласно отчётам, в подобных центрах содержится до миллиона представителей этой мусульманской народности. Официально власти говорят, что в центрах людям предоставляют профессиональное обучение. Однако, по свидетельствам очевидцев, это не что иное, как тюрьмы, где заключённых заставляют изучать труды коммунистических вождей, петь патриотические песни и подписывать заявление об отказе от своей веры».